приветствую вас всех на моем канале петельки из амстердама все о вязании для начинающих и опытных рукодельниц я хочу вам показать еще один довольно простой узор но посмотрите как он красиво смотрится его я нашла в одной старой книжке по вязанию книжка дата выпуска 1971 год то есть больше 50 лет назад и все равно вот этот узор остаются актуальным вот образец я связала из хлопка из хлопковой ткани посмотрите как он красиво смотрится вот можно вот эти такими вот полосочками пропустить по всему джемперу будет очень красиво смотреться раппорт этого узора 10 петель и высоту 4 ряда всего поэтому сейчас я вам покажу вот я набрала образец на образце я набрала значит образе раппорт 10 петель плюс 3 петли для сметрии что было хорошо смотрю хорошо смотрелась плюс 2 боковых и сейчас я покажу как это будет смотреться на шерсти шерстяной ткани детство что я немножко переработала этот узор я вам покажу в какой части да значит естественно первые петли мы снимаем раппорт как я сказала 3 10 петель ширина и 4 ряда высоту значит мы вяжем первые 3 изнаночных 3 изнаночных потом значит 2 лицевых которые идут следом я должна провязать вместе вот я их провязываю 2 лицевых вместе потом я делаю накид и 3 изнаночные 3 лицевых 1 2 3 после них я делаю опять накид и надо связать опять 2 лицевых вместе вот по книжке просто 2 лицевых вместе но мне кажется что лучше в данном случае если мы поменяем сейчас стеночки и в эту свяжем 2 лицевых так потому что нам надо как бы вот видите по узору здесь в эту сторону а здесь в эту сторону и так будет намного красивее смотреться и 3 изнаночных это для симметрии чтобы показать как будет смотреться узор и кромочная первый ряд я провязала следующий ряд это 2 он вяжется так как петли на нас смотрит получается 3 лицевых и 7 изнаночных накид вяжется тоже изнаночной петлей не все изнаночных и вот эти 3 лицевых это которое я набирала для симметрии просто чтобы лучше смотрелся мой образец я связала 2 ряда теперь мы вяжем третий ряд третий ряд опять начать я снимаю изнаночная потом то есть кромочную потом 3 изнаночных у меня и здесь мы вяжем значит 2 лицевых после двух лицевых я делаю накид и вот эти три следующие лицевые я должна провязать вместе чтобы это красивее смотрелось я значит делаю так я беру две петли вместе переснимаю их потом беру в заднюю сзади первую и вот эту вторую петлю из трех она должна быть первой и она должна быть повешена за заднюю стенку да ведь я поменяла стенку и потом я проверю провязываю сейчас три вместе и вот эти три вместе они будут сейчас смотреться как вот первое то есть третье вторая петля из этих трех она будет по центру и будет красиво смотреться и теперь делаю опять накид и провязываю 2 лицевых и 3 изнаночных которые у меня для симметрии плюс кромочная теперь значит и четвертый ряд из этого рисунка у нас получается мы вяжем также как у нас смотрится петельки вот 3 лицевых и 7 изнаночных раз два три 4 5 6 7 и 3 лицевых это мне которые были для симметрии и плюс 1 кромочная вот мы связали 4 ряда рапорта нашего узора вот убить он уже понемножку видно как он вырисовывается и он красиво смотрится как на трикотаже так она то есть как на шерсти так она катоне следующий ряд у нас уже мы начинаем повторять так же как мы вязали первый ряд час вам еще раз покажу значит мы вяжем 1 кромочную снимаю потом 3 изнаночных раз два три теперь вяжем 2 лицевых вместе делаем накид и 3 лицевых опять накид и 2 изнаночных вместе здесь я тоже их перевешиваю за заднюю стеночку тогда смотрится намного красивее вот и 2 вместе и 3 изнаночных это то что у меня для симметрии и кромочная еще разик я вам покажу и тогда вы будете сами спокойно вязать этот узор значит изнаночный ряд вяжем так как с петельки на нас смотрит значит 3 лицевых 7 изнаночных и 3 лицевых это для симметрии то что я набрала кромочная и теперь мы провязываем 2 раппорт это значит раппорт у нас из 4 5 рядов учиться провязывать скажем 8 ряд кромочные снимаю 3 то есть это 7 ряд 3 изнаночные и теперь мы провязываем 2 лицевых делаем накид и из этих трех следующих лицевых мы должны сделать одну для этого я беру 2 снимаю первую петлю идет на мою спицу а вторая петля должна быть 1 вот вторая петля найдет 1 но я ее тоже вешаю за заднюю стеночку и теперь я провязываю 3 петельки вместе лицевой после них я делаю накид и 2 лицевых вместе и 3 изнаночных для симметрии то что у меня были и кромочная вот посмотрите вот я связала просто одну один раппорт узора по ширине и это у меня почти два раппорта по высоте если свяжу еще один изнаночный ряд это будет два раппорта посмотрите как красиво смотрится этот рисуночек вот можете сравнить с тем что я связала заранее это у меня как бы две полосочки идут здесь я связала только одну поэтому я думаю что этот узор очень замечательно подходит и для скажем джемпера из шерсти также из джемперы из катоновой пряжи поэтому если вам понравился этот узор пожалуйста пользуйтесь им а на сегодня у меня все до новых встреч пока пока с вами была светлана